Спасибо всем. Дайте слово чеческому председательному. Дайте, я тоже даю слово. Я не могу сейчас дать слово, потому что момент закончился. Не могу я сейчас дать слово. Никогда не дают слово чеческому. Никогда. Я просто хочу дать слово. Пожалуйста. Спасибо. Будь без перевода. Добрый день всем. Я депутат парламента Чеченской республики Ичкеревне. Просто напоминание людям, которые сегодня выступали о нашем бедном народе. В 12-ти годах форму сопротивления российской армии, чтобы эта армия не пришла в Грузию, не пришла в Украину, не пришла в Чехию, в Молдавию и так далее. Мы, чеченский народ, я думаю, достойны, чтобы нас упоминали на таких форумах. Мы потерпели 300 тысяч жертв, понесли в этой войне, в этих двух русско-чеченских войнах. И никто не может игнорировать процесс, который проходил. Потому что все, что прошло, все, что делается дальше, позволило России после поражения чеченцев в русско-чеченской последней войне, позволило России пойти дальше военным путем. Это выяснил развивать. Мы вам дали возможность экономически развиваться, развивать армию, защиту и так далее. 12 лет сопротивления. За это хотя бы, пожалуйста, в другой раз говорите нас. Хотелось побегите. Сказать о 15 тысячах погибших ухоинцев, которых, мы так же, к сожалению, и не сказать о 300 тысячах. 30% чеченцев, над которыми не строили геноцид, мне кажется, это не совсем то, о чем мы должны будем сказать. Есть юридические факты. Я вам как юнист вам говорю. Чеченская республика. Я знаю от войны. Тогда Крым тоже входит. Давайте Крым тоже входит. Как это? Как это не входит? Как это входит? И Абхазия входит тогда. И давайте Южную Осетию тогда отдадим России. Почему нет? Какая карта? Давайте посмотрим на чеченскую карту. Давайте на чеченскую карту посмотрим. Вы сейчас выступаете пособником Путина, понимаете? Имперской России. Но вы выступаете именно так, как говорит Путин. Как говорит имперская Россия. Нет, вы говорите, что нам нужно соблюдать те права, то международное право, которое нам навязали согласно двойным стандартам. Не хранить. Но мы вышли в 90-м году. Вы о чем хотите со мной поговорить? Вы хотите меня убедить, что мы 300 тысяч... Я погибли на заветельную страну и страны, которые приснали в 90-м году в вашей независимости. Грузия! Да! Грузия! Да! Да, и что? И что? Я вам назвал страну. Нет, подождите. Одну. 60 стран. Северный. 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 Закончился 30-й экономический форум в городе Карпач, Польша. Это был юбилейный форум и, поистине, было очень много людей. Там более 200 панелей, то есть секций, в которых обсуждались различные вопросы. Но то, что касалось политики, то, что касалось проблем Европы, связанной с Россией, было не так много. Это было всего несколько панелей. Но на них были приглашены известные люди, такие как Михаил Саакашвили, Андрей Лоренов. Была президент Белоруссия Тихановская. А среди наших друзей там были Наталья Вогель, Гарри Табах, Хусейн Исканов, братья Арцуевы, Аслан и Муслим, Эфим Финштейн, Глачин Мамишев. Ну и мы с тобой. И мы были очень рады, что нам удалось привезти этих людей. И они сумели все-таки сказать, хотя бы несколько слов, но сказать на этом форуме. Скажи, какое у тебя впечатление об этом форуме и вообще, что мы можем об этом рассказать? Мы можем об этом рассказать, что когда вы, господа, удивляетесь, почему же 30 лет мир ходит по кругу и никак не может поймать Путина за руку, чтобы не только сказать ему, что Путин убийца, но и посадить его на скамью подсудимых. Ведь все факты говорят о том, что он преступник. И почему же столько лет не удается поймать его за руку и засудить? Так я вам скажу, почему, господа. Если вы посмотрите кадр, который мы вам покажем с этого форума, вы увидите, как работают вот эти самые гибридные форумы, гибридные панели, гибридные конференции, на которых толчется вода в ступе в течение последних, я не знаю, двух десятилетий точно. Как играются игры в демократию, в гласность, о чем-то можно говорить, о чем-то никогда нельзя говорить, какие темы табуированы раз и навсегда. И за что нас обещали с тобой выкинуть из Европы такие организаторы этого форума, как Григорий Амнуэль, который, видимо, какой-то такой влиятельный человек, что он влияет на миграционные службы Чехии, что он обещал нас с тобой выдворить из Европы. Давай остановимся вот на этой персоне, это очень интересно. Вообще, как мы попали на этот форум, почему там оказались, да? Мы же не рвались туда и не искали места, где бы нам выступить. Нет, более того, у нас был опыт очень печальный. Это был форум Каспаровский, форум Открытой России, форум Свободной России в Вильнюсе, когда чеченская делегация демократов, среди которых был Аслан Арцуев, Адам Дервишев и Аминат Саива, это министры иностранных дел Ичкерии, им не дали слова. То есть их сначала пригласили, и эта панель не состоялась, на которой они должны были присутствовать. Они в знак протеста покинули форум. Но мы с тобой были свидетелем, что мы именно в этот день присутствовали, когда Витаутас Ландсбергис взял микрофон. И это было во время панели, которая обсуждала протестное искусство в России. Взял микрофон и на весь мир обратил внимание на то, что, господа, не надо искусство превращать в паскудство. Поступило предложение, тебе написал человек, которого мы никогда не знали, не видели и не слышали, по имени Григорий Манев. Он представился известным правозащитником, диссидентом, человеком, который заботится о судьбах российской демократии. Ну, отлично. Первое дело, что мы ему сказали и с чего началось, мы рассказали историю с чеченцами, которая случилась на форуме Каспарова. И сказали, что если будет так, как на форуме Каспарова, то это не тот случай. И мы не будем там присутствовать, потому что мы не хотим просто потворствовать вот этим всем вещам. Он всячески уверял, что такого на форуме в Польше, в Карпаччи не может произойти. Но мы ему поверили и решили, что да. Когда он прислал предложение и говорит, что есть возможность, поскольку это уже прямо сейчас обсуждаются панели, есть возможность обсудить панель, он прислал свое предложение, в каких панелях мы могли бы участвовать. И в моем случае то, что он мне предложил, это было совершенно неприемлемо, потому что я ему еще сказала, я не хочу выглядеть как кот-бегемот, который с перевернутым паспортом читает, в каком отделении выдан. Я не хочу так выглядеть и говорить о том, чего я не понимаю, в чем я не разбираюсь. Но зато есть тема, в которой очень хорошо разбираюсь, и которая на самом деле моя больная тема, и об этом я и хотела бы говорить. Я этого не скрываю, это все знают. Я последнее время, практически каждый день делаю материал о Бычкере, о войне русско-чеченской, о оккупации. И об этом я бы хотела говорить. Григорий Мануэль сказал, что да, пиши концепцию и пиши, кого бы ты хотела пригласить. Я написала концепцию. И в числе приглашенных я указала Аслана Арцуева, Хусейна Исханова, Лачина Мамишева, Наталью Фогель, Ефима Фиштейна, Гарри Табаха. И к тому же я еще хотела видеть Дэвида Саттера и Пола Гобла. Вот и все. Я отдала это на рассмотрение. Через какое-то время поступил радостный звонок. У меня хорошая новость, сказал Григорий Мануэль, панель согласована. Единственное, что Давид Саттер не будет, потому что он в другой панели. А Пол Гобл по причинам личным он не может летать и он поэтому не прилетит. А все остальные одобрены и с чем он меня и поздравлял. После этого я начала приглашать вот этих названных людей. Началось самое настоящее вранье. И я сказала, что надо говорить прямо, когда есть какая-то проблема. И прямо мне было сказано, что есть некие силы, которые очень против нашей панели. На вопрос, кто же эти силы, Григорий Мануэль ушел. И мы так и не поняли, кто же эти силы, которые против этой панели. В общем, итогом что было, Андрей? Итогом было то, что чеченцы являются персонами Нонграда в любом приличном обществе, которое себя таким считает. То есть это общество людей, которые заявляют, что они борются за демократию. И это общество людей, если мы касаемся российской части публики, которая заявляет, что она противостоит режиму Путина и власти в России. Так вот эти люди не хотят никогда, нигде видеть свой позор. Потому что любой чеченец, который выходит на сцену и говорит слова, это обвинительный приговор им за то, что они сотворили. Они лично сотворили, потому что своим согласием с этим и со своим непризнанием сегодня той вины, которую совершила российская власть в 95-м году и в последующем 99-м году, две российско-чеченские войны, она лежит позором и на их плечах. На том, когда они поддерживали Бориса Николаевича Ельцина, первого президента Российской Федерации. И потом многие из них поддерживали, кто молчаливо, а кто и не очень молчаливо, молодого президента Путина. Сейчас они все заявляют, что они демократы, все они борцы с режимом. Но когда появляется чеченец и смотрит им в глаза, у них почему-то душа уходит в пятки. И они прячутся от этого. Вот и вся простая история на самом деле. Так вот, эта панель и вот этот форум, на котором не дали сказать ни одному чеченскому представителю, прямое свидетельство того же самого процесса, который идет уже на протяжении 30 лет. Что мы знаем, что мы помним, вот так всегда и было. И будет продолжаться до гибели этой страны. Потому что пока она не покается в своих злодеяниях, пока она не... Каждый из этих псевдодемократов или либералов, как они себя называют, неважно, как они себя называют, не дойдет до их сознания, что это их личная беда и их личная вина. Вот мы и будем катиться в эту пропасть. Когда мы спросили Григория, что же, собственно, произошло, кто же был против, скажите, вы же такой демократ, вы же такой диссидент, как это все получилось таким образом? Мне интересно то, что он сказал, и это будет сейчас вот в этом репортаже, в нашем рапорте, да, о том, что там происходило. Он сказал прямо в лицо Аслану Арцуеву и Хусейну Исканову. А между прочим, Хусейн Исканов депутат парламента Ичкерии. Так вот он им прямо в лицо сказал, что он не знает никакой страны Ичкерия. Он не знает о том, что Ичкерия – это самостоятельная страна. И когда Аслан Арцуев ему возразил, что вообще-то эта страна с 90-го года существует, он сказал, а кто признал эту страну? Аслан спокойно, вы сейчас это увидите. Аслан спокойно ему говорит, ну, Грузия, например. Он говорит, что одна, одна, вот так стал пальцем показывать, одна и побежал. А где посольство, где посольство, где посольство Ичкерии? Так вот этот человек, вот этот человек пудрил мозги всем нам, вызвал этих людей, и нам пришлось для того, чтобы хотя бы, хотя бы просто сдержать собственное слово, нам пришлось, пробиваясь сквозь страшные какие-то препятствия, как Елен Дукьяновых, Олегов Троеновских. Бесконечно на всех панелях, они заняли с собой все панели, собственно, как Григорий Амнуэль. Одним словом, посмотрите сейчас, вот если есть интерес, мы сейчас подготовим вырезки из этого форума. Там, кроме вот этих нескольких слов наших чеченских друзей, которым чуть-чуть удалось высказаться, там будет очень интересный доклад Андрея Николаевича Варенова. Мы его дадим полностью. Там есть доклад Михаила Саакашвили. Там говорит Ефим Фиштейн. Там говорит Гарри Табак. Очень внятно и ясно, по-военному четко. И, кстати, он тоже поставил на место. Ну, вы увидите сейчас, кого он там поставил на место. Это очень интересно. Поэтому смотрите. Уважаемые друзья, дамы и господа. Итак, позвольте начать нашу панель «Путин-2021». Что дальше? Я хотел бы представить сегодняшних участников, наших гостей. Мы начнем с дамы. Елена Лукьянова, профессор Московского государственного университета, высшей школы экономики, теперь свободный университет. Геннадий Кутков, экс-полковник Комитета государственной безопасности СССР, экс-депутат Государственной Думы России, политик. Дэвид Саттер, журналист, автор книги и фильма «Век безумия». Андрей Ларионов, экс-советник президента России Путина по экономике. Шерпа, представитель России в «Большой восьмерке», политик. Григорий Амнуэль, политик, публицист, режиссер и продюсер. Я Дмитрий Гордон. Я хотел бы начать сегодняшнюю дискуссию с Андреем Николаевичем Иларионовым, человека, который больше всех из здесь присутствующих гостей и участников знает лично Владимира Путина, который провел с ним огромное количество часов, ежедневных часто, беседах. И сначала, Андрей Николаевич, я не знаю, ли вы в курсе, но буквально несколько часов назад погиб один, как говорили, из претендентов на пост президента России в будущем, один из предполагаемых преемников Путина, министр МЧС России Евгений Зиничев. Трагический погиб. Скажите, пожалуйста, раз уж это событие только произошло, являлся ли он действительно кандидатом в преемники президента Путина? И главный вопрос, который я хотел бы вам задать, Владимир Путин, что это за человек? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Дмитрий, за приглашение и за представление. Я хотел сразу уточнить, что я не являюсь политиком, а я являюсь, может быть, самым большим политическим аналитиком. Что касается ваших вопросов, то Евгений Зиничев не являлся преемником Путина и не рассматривался в качестве такового, хотя он, безусловно, был близким человеком для Путина. В своих коротких комментариях, поскольку у нас очень мало времени и у нас замечательная панель, для того, чтобы у всех была возможность высказаться, я выскажу несколько соображений буквально в bullet points стиле, для того, без аргументации, но с тем, что если будут вопросы, мог бы на них ответить. Главный вопрос, который поставлен в заголовок нашей нынешней панели, особенно в свете той панели, которая только что произошла, Россия, так трудный сосед, я считаю, главный вопрос, это сформулирован, каково будущее у нынешнего политического режима в России. И этот главный вопрос можно рассматривать и нужно рассматривать, с моей точки зрения, на трех уровнях. Первый уровень – личность лидера этого режима, Владимира Путина. Второе – смысл, суть политического режима, который сейчас действует в России. И третье – основа для любого политического режима, характер нынешнего российского общества. Итак, первое – лидер нынешнего режима. Он достаточно хорошо известен, для этого не надо провести с ним почти 6 лет в ежедневных встречах. Сейчас он хорошо известен всему миру. Владимир Путин является руководителем, лидером жестко авторитарного политического режима в России с существенными элементами тоталитаризма. Но обсуждать, объяснять это не будем. Об этом сообщают средства массовой информации в ежедневном режиме. Возникает вопрос, как, когда и при каких условиях такой лидер такого режима может покинуть власть. Таких вариантов в истории имеются только три. Других вариантов нет. Первый вариант – это естественная смерть этого лидера на государственном посту. Второй вариант – переворот военной, государственной, вооруженное восстание, бунт, мятеж и так далее. И третий вариант – иностранная интервенция. Только эти три варианта. Никаких других вариантов нет. Никаких вариантов мирной демонстрации, протесты, забастовки, стояния в одиночных пикетах, выставления плакатов о том, что мы тебе не доверяем, или ты изменил конституцию, незаконное. Таких вариантов нет. Какие из этих, какие вероятности каждого из этих трех вариантов? Вариант иностранной интервенции против нынешней России, обладающей ядерным оружием, выглядит маловероятно. Второй вариант – переворота военного, государственного, мятежа. С моей точки зрения, он чуть более вероятен, чем вариант иностранной интервенции, но, с моей точки зрения, также чрезвычайно маловероятен. Соответственно, остается первый вариант. Что касается варианта добровольного ухода самого Владимира Путина с этого поста, с оставлением его кому бы то ни было другому, наследнику, преемнику, я не вижу такого варианта. Второй уровень – характер нынешнего политического режима. Он определяется двумя социальными силами, которые его создали, которые его формируют, которые по-прежнему представляют его основную силу. Это сотрудники спецслужб, прежде всего Федеральной службы безопасности, бывшего КГБ СССР, ныне Федеральной службы безопасности России, а также той социальной группы, которая получила название политических наук в приложении к России под названием СИСЛИБЫ или Системные либералы. Слово «системные» здесь приемлемо, слово «либералы» уже потеряло свой смысл, потому что эти люди не придерживаются либеральных точки зрения ни по одному из вопросов, а по многим вопросам являются даже более имперски настроенными, чем даже представители спецслужб или вооруженных сил. Как, например, это было в 2014 году, когда обсуждался вопрос, когда Путин задавал вопрос своим ближайшим сотрудникам о том, стоит или не стоит, и какие будут последствия того, если начнется операция по захвату оккупации и аннексии Крыма, представители вооруженных сил воздерживались, в то время как представители так называемых СИСЛИБов, то есть гражданская бюрократия, которую традиционно именуют либеральной, выступила полностью за атаку на Украину, за нападение, и за оккупацию и аннексию Крыма, и затем за операции в Донбассе. Этот режим оказался достаточно сплоченным и представляет наибольшую угрозу для будущего России. Даже в том случае, если представители спецслужб будут отстранены от власти, так называемые СИСЛИБы, которые обладают большими ресурсами, связями, положением в бизнесе, в средствах массовой информации, в образовательной сфере, в российском обществе, имеют самые высокие шансы занять позицию во власти после ухода насильственного или ненасильственного силовиков. И это представляет, как я еще рассказал, в среднесрочной перспективе самую серьезную опасность. И, наконец, третий уровень — это российское общество. Последние события, в том числе те, свидетелями которых мы стали в Афганистане, а также 30-летнее развитие событий в России, во многих постсоветских странах, показывает, что в глобальной дискуссии между Фрэнсисом Фукуяма и Ханзингтоном относительно возможностей демократизации победу сухим счетом одерживает Ханзингтон. Нет никакого универсального, охватывающего все страны и народы, пути к демократии, к свободе, о которых нам рассказал, и многие из нас в это поверили, 30 лет тому назад Фрэнсис Фукуяма. На самом деле разные страны и народы, обладающие разной историей, разной культурой, разной цивилизацией, имеют разные способности и возможности движения к демократии. Есть две группы стран, которые до сих пор пока не продемонстрировали примеров устойчивого перехода к демократии. Две эти группы стран состоят из следующих. Первая группа стран – это мусульманские страны, в них нет ни одного успешного, устойчивого примера перехода к такой демократии. И вторая группа стран – это православные, восточнославянские государства. Россия и Беларусь являются жестко авторитарными режимами с элементами тоталитаризма. Украина в этом смысле является исключением, вызванным несколькими, тремя, по сути дела, уникально сложившимися обстоятельствами. И мы видим, что проблема с демократией в Украине тоже есть. Украина, слава богу, не является авторитарным режимом, но она и не является пока еще устойчивой демократией. Сам факт, что эти две группы стран, пока не продемонстрировали ни одного примера устойчивой демократии, ставят на повестку дня для народов этих стран, для тех, кто анализирует политическое развитие этих стран, серьезнейший вопрос. Во-первых, возможно ли создание свободных демократических политических систем в наших странах? Первое. Второе. Что для этого необходимо делать? Какой путь к этому ведет? Какие инструкции, рекомендации приемлемы в этом случае? И, собственно говоря, сколько времени этот процесс создания свободы и демократии в наших странах потребует? Спасибо. Вы не находите, что пропаганда начала работать против Грузии не во время вашего правления, а еще во время взгляда Камсокурдия? У меня было такое ощущение, потому что перевирали все его намерения тогда. Мне, конечно, Камсокурдия полностью очернили. К сожалению, он был очень неопытен, поэтому он позволил это делать. Но, с другой стороны, у нас было больше опыта, но в наше время мира не было опыта. То есть все эти технологии, которые применяются потом в Америке, в Европу, применяются, которые очень рады испытывать на нас. Поэтому мы были гораздо более утончены и изысканы, чем Камсокурдия, в смысле пропаганды, информации по общению с обществом. Но при всем этом они все равно нас перехитрили, потому что те методы, которые они используются, они каждый раз усовершенствуются. И они очень грязные, и они способны для этих методов, например, убить 6-месяцного владенца, или кого-то изнасиловать на камерах заключенного тюрьмы. Это все снять и преподать, что это их противник сделал. И мы вот это ощущение учили, потому что есть вещи, о которых мы даже подумать не можем. Они про все рассчитывают и думают. Во-первых, начнем с того, что хочет генерировать Россия на своих границах. Есть все время письмо Екатерины Второй Фридриху Великому, где она пишет про Польшу, что ни в коем случае нельзя допустить, что Польша успела провести реформы, потому что если Польша проведет реформы, то ее трудно будет уже делить с Думы-Империем, ее трудно будет забирать. И это коротко выражает суть той же имперской политики, которая абсолютно открыто продолжается. Тело в том, что Грузия была, после того, как Россия вышла из хаоса благодаря ценам на нефть в конце 90-х, Грузия была единственным примером очень успешных реформ из тех стран, которые еще как бы тогда уже были под российским пространством, потому что все равно в стране Балтии уже были НАТО и ушли в Евросоюз, а Грузия провела реформы, которые реально перехватывали дух на постсоветском пространстве. Мы были практически несостоящимися государством, мы стали первым реформатором Семенового банка, мы стали второй самой некоррумпированной страной группой согласно критериям Евросоюза, мы стали, мы выросли, наша экономика выросла за 8 лет моего президентства, когда я руководил исполнительностью властью, 4 раза почти, значит, бедность сократилась 2,5 раза, даже долг внешний сократился 2 раза, Грузия отказалась от программы МВФ, потому что они нам не нужны были, у нас был очень высокий терминок и экономический рост, из-за FTI, и вообще Грузия преобразилась из страны грустного другой страны. И вот главной причиной, почему было нападение на Грузию, было то, что все остальные средства были исчерпаны, все остальные средства подорвались, то есть они использовали внутренние провокации, и там попытку военного какого-то мятежа, и там какие-то там шпиевские сети, ну, естественно, fake news, пропаганд по всему миру, все равно это все, как оцени, сработало, мы очень успешно шли, и уже какой-то момент или надо было нападать, или все, или бы мы ушли. Причем нападение произошло, когда вопрос стал нам про надо, и они прекрасно знали настроение Западной Европы, если мы у нас в большой конфликте, более же горячий конфликт, то, конечно, уже никто от этого горячей картошки не притронится. И это есть главная причина нападения. Что произошло после нападения? Россия не смогла выполнить свои главные сердечные цели все-таки, потому что они смелыть, смотри, сверху, мы провели, что то, что было их целью заявлено, они смогли заплатить на столицу, они не смогли поменять наш успешный курс, потому что просто для сравнения в 2012 году Медведеву, который вступал в Госдуме, российские депутаты спрашивали, почему Грузия проводит такие успешные реформы, почему мы не можем, и на что он ответил, да, мы, я ненавижу Саакаши, это, принципе, надо у них поучиться, то есть уже двигать сразу 12-х годов, четыре года спустя войны Медведеву приходилось говорить, что вот так, но потом произошло то, что Путин заявил, что мы ждем грузинских выборов, он там в крупнейшем частном акционе «Газпрому», который по происходящему Грузии, Иванишвили, которого они называли Борис Иванишвили в Грузии, он там, Петина Иванишвили, 2 миллиарда долларов, возможность вывести 2 миллиарда долларов из России для избирателей компании. Вы представляете, мы имеем дело со страной, где ВВП всего там, что там было, 20 миллиардов, и там 2 миллиарда, кто-то вкладывает сразу избирательной компании. То есть, и предотвратить, и они используют демократический механизм, причем при полном попуститесь в Запад. Запад нам говорил, не мешайте ему, не уверен, и в Запад нам говорил, у вас должны быть равные условия, какие у нас могли быть равные условия, думаю, миллиарды. И полные машины, на нас первый раз была испытана 2008 кибератака, на все наши институты перед войной, за неделю. Кстати, вот то, что сейчас взорвались вклады там во Восточной Европе, он за несколько дней на падение Грузии взорвали Ньюти-Провод Турции, то есть, параллельные операции в соседних странах, это абсолютно, то есть, до сих пор это не расследовано. Потом на нас была использована вот эта вся пропаганда, все эти, троллька, фабрики и так далее. Впервые на выборах это массово использовать в Грузии, то, что потом американцы на себя испытали. Те же медитации, которые потом очень возмущались этим, когда это на нас было, однако, ну, это правильная демократия, ну, это обычный демократический дискурс и спор. В результате мы получили то, что получили в Грузии, я сказал, что за 8 лет Бутерамич Кросс был в 4 раза, при этом правительстве под данные на начало прошлого, этого года, за эти, за и 9 лет уже почти их правительство, экономический рост в евро составляет 0%, значит, Грузию при мне, у меня было, у нас был позитивный миграционный баланс с 9 лет, 8, больше возвращался, чем уезжало, 25% населения Грузии сейчас покинуло в Грузию. Из них 50% телеспособного населения, которое может работать. Вот, что мы получили. и этот процесс продолжается. Я сегодня летал сюда, все самолеты забиты грузинские мигранты, куда глаза глядят туда бегут. При всем этом, значит, Евросоюз зашел после, да, в прошлом году, надо сказать, что из-за COVID-эпидемии легко было украсть по влагонскому выбору. Первая реакция была и ОБСЕ на месте, что выборы были честными, хотя все знали, что они были украдены, переписаны. Это тоже отвратительная другая история, чтобы мы бы сделали. Но, потому что развинулась широкая протестное движение, люди все равно не проглотили. Это в том числе заключение ОБСЕ, которое было наскольж просто честно, не фальшивно. Реально его писали несколько бюрократов, потому что ни один парламентарий не приехал, чтобы наблюдать за выбором. А из Украины все равно парламентарий решили ехать, 77 парламентарий сел на самолет и самолет не пустили. Они как бы готовились сказать, надо понимать не пусть. И, значит, и вот эта ситуация. Ситуация сейчас такая, что Евросоюз вмешался, заключили соглашение, по которому менялась избирательная система, по которому сейчас, 2 октября, должен был проводиться референдум практически вместе с совместными с местными выборами, что они если не обирали вместе 43% грузинская мечта, они должны проводить кассочные парламентарии выборы и увидят, что они никак не получают при массовом, даже фальсифологации массовой не годит 43% в общем победе такого быть не может, максимум потолок сейчас 20 со всем административным ресурсом, они вышли из соглашения Евросоюза. Они вчера отказались в парламенте от реформ прокуратуры, которые взяли обязательства от реформы судебной системы, они отказались от реформы избирательной системы. И вот сейчас дает вопрос. А Россия говорит, пожалуйста, вы это делаете, мы моментально вам дадим без вызова поездки. Мы откроем продукт для ваших продуктов и открыли для некоторых сельских хозяйствах продуктов действительно рынок. То есть в России кто-то сидит и макроминизирует все эти вещи. Не кто-то все спецслужбы и так далее, они постоянно выбрасывают, они постоянно следят за избирателями компаний, они постоянно выбрасывают на кого-то компромат, на кого-то. О чем я говорю? У нас с другой стороны противник, который создает хаос, который истощает эти страны, который убивает их рост, который кормится за счет того, что вокруг полоса нестабильности и всего остального. Альтернатива это должно было служить восточным партнерством. Но восточное партнерство, если в тиберешней форме, это та же самая у нас история в Украине, не до конца используют все ресурсы, которые у нас есть. Проблема в том, что Россия научилась использовать демократический механизм, вы прекрасно знаете, они говорят, что Запад это гомосексуалисты, это разрушение семейных ценностей. Извините, но у нас не работает напрямую то, что давайте быть Россией, но давайте быть против гомосексуалистов, это работает очень намного людей, населения. Украине другая история, украине это не работает особенно, но зато работает давайте быть Россией. Украине то, что у нас происходит, я глава Совета реформ при президенте, они создали сеть неправительных организаций, я до половины одессит, половину времени провожив одессе, сеть неправительных организаций, сеть просто, которые под разной формой, абсолютно очевидно, что это просто российская пятая колонна, что прекрасно меня уделяет некоторые из них финансируют и Евросоюзом, и Россия и Айси, без проблем, то есть никто не разбирается, то что для нас очевидно, что они так работают, я не знаю, вообще нет никаких аналитических центров или ресурсов и дарать, чтобы это все остановиться, то есть руками в свое время Ленин говорила, капиталисты нам продадут веревку на которых мы их повесили. Я хочу сказать, я хочу завершить и надо консолидироваться, потому что они реально душат страны на своем перемене вокруг себя, в том числе или просто в молчании вернуться от запада или даже при участии иногда, потому что они знают, на какие кнопки нажимать, чтобы участвовать. Поэтому нужна абсолютно новая политика, иначе просто мы получим, мы не получим восстановление Советского Союза, мы просто получим создание полного хаоса, нестабильности и потом возникает это слово. Юкраин фатик, чёрджи фатик, модное слово, что плевать, мы на вас хотели, это как-то переводится с их языка. Вот, чтобы не было этого фатик, чтобы история успеха, нужна политика как минимум сдерживания и немедленно. Спасибо. Аргита Россия не победила в войне, не до России. Это было эффект для всех. Вы могли сказать Совет , преследователь Георгия, не был русский. Ни он не говорил русский без акцент. Так что, это все мы, кто бороться с грязью, не только в Германии. И опять же, я извиняюсь за структуру, но, как милитарный человек, я должен сказать это. Спасибо. Есть ли под ними основания или эта иллюзия? Если бы эта тема нуждалась в актуализации, то сегодняшний день приносит актуализацию. Это настолько актуальная тема, что, я думаю, все последующие дни, может быть годы, она останется достаточно актуальной. Сегодня во Франции начинается суд над террористами из Батаклана, из магазина, из поезда и так далее. Вы знаете всю эту историю, если бы не это, был бы случай нападения террористического на Шарли Адидок. Я думаю, что в будущем, в принципе, нам будет о чем говорить в связи с радикализацией или предполагаемой радикализацией мусульманских землячеств в Европе. Вообще, мы сейчас уже понимаем, что мир – это не то, что есть, а то, что нам показывают средства массовой информации. Поэтому нужно быть особо внимательными и отличать информационную и часто пропагандистскую картину мира от реального. На нашей панели здесь собрались люди весьма опытные в этой сфере, имеющие личный опыт соприкосновения с этой сферой. И главное, что тоже важно, представляющие в данном случае очаги возможной напряженности. Что может быть более актуально, чем, скажем, высказывания представителей Литвы, Польши, которые столкнулись с этой проблемой впервые, но зато вплотную. Что может быть актуальнее, чем позиция Германии. Германия, как говорится, матери всех достижений и ошибок. Что может быть актуальнее, чем позиция Соединенных Штатов. И все это представлено у нас здесь в панели. Поэтому я сразу, долго не задерживаясь, начну с самого актуального. Кстати, Гиздутис, господин посол Литвы в Молдавии, но, в принципе, с большим дипломатическим багажом, сказал мне незадолго до нашей встречи, что проблема имеет миллион разных аспектов. И это так. Мы можем говорить об адаптации землячества, наоборот, об дезинтеграции, об бессмысленных требованиях, предъявляемых этим меньшинством. Все мы помним, что есть требования совершенно, как говорится, несовместимые с жизнью, которые умертвляют сам смысл жизнедеятельности этих землячеств. Мы, может быть, вернемся еще потом к ним. Итак, дело в том, что каждый из наших участников будет говорить, как сказано, о том языке, какой ему в данном случае приятнее. Поэтому следите за линией, как говорится, переводчики сзади. Я попрошу госпожу Фогель, которая неслучайно оказалась рядом со мной здесь. Она в данном случае специалист, так сказать, по глобальному решению этого вопроса. Но в данном случае она еще и представитель Германии, а, как я уже сказал, Германия ответственна за все достижения и за все ошибки, связанные с этим вопросом. Поэтому, Натали... Вы так же... Вы очень пусть у вас. Спасибо. Я вам поговорю в английском, если нет проблем. 6 сентября, господа, хочу вам напомнить. 1991 года, это день провозглашения независимости Чеченской республики Ичкерия. Джохар Дудай, демократический лидер Ичкерии. Так вот, на нее напала Россия. Через два года, в 1996 году, Ичкерия победила Россию. И был подписан мир между Россией и Ичкерией, как между двумя независимыми государствами. И этот документ есть, он присутствует, он не финансирован, он есть даже на кремлевском сайте. То есть мы имеем Ичкерию, как независимые государства. Но что случилось, потом мы все прекрасно знаем. Потом пришел Путин, взрывы домов, спецслужбы и что? В 2000 году, я прекрасно помню пресс-конференцию Ильяса Ахмадова на «Голосе Америки», который организовал Пол Гогл, да? И было очень много журналистов, которые записывали его слова. Он говорит, господа, приближаются страшные времена, когда на чеченцев начнут навешивать ярлыки террористов. Что и произошло. С этого времени весь мир вдруг узнал, что чеченцы оказываются террористы. Весь народ. И дети уже рождаются террористами. И старики террористы. И то, что Россия во время двух войн уничтожила 300 тысяч чеченского населения, 42 тысячи детей. Почему-то об этом сегодня никто не хочет говорить. А все хотят говорить, что Беслан, да, или Басаев. Когда я разговариваю сейчас с российскими либералами и прошу эту тему затронуть, как мы вообще... Я, например, извиняюсь, когда я встречаю чеченца, я приношу извинения от русского народа чеченскому народу. И я прошу русских либералов делать то же самое. Но они так не считают. Они говорят, ты что? Они же террористы, они этого заслуживают. Это они начали первые. Господа, пропаганда работает. И я просто хочу напоследок еще сказать, что, вот как говорит Шетшель Айфан, когда вы видите радитализацию, да, ищите спецслужбы российские. Пожалуйста, будьте внимательны. Пропаганда работает. Спасибо. Пропаганда работает. Пропаганда работает. Но в нашей стране есть территория, которая оккупирована нашим правительством. И территория называется Чеченская Республика Ичкерия. И оккупирована намного раньше, чем пришел в власть Путин. Я не буду останавливаться на вопрос, потому что наша панель посвящена НЖО НКО. У нас в Чехии, я из Чехии, есть город под названием Терезий. И в этом городе было создано знаменитое НКО, и создал его Гебберс. Назывался это НКО, Союз Еврейской Молодежи. Эти люди играли в футбол, слушали симфонические оркестры. У них даже был собственный еврейский театр. Все это снимали кинематографисты из Европы. И даже сделали фильм под названием «Фюрер дарит евреям город». Правда, потом всех участников этого фильма отослали вам что-то сюда, в Польшу, чтобы было с ним и дальше не создано. У Путина есть свой Терезий штат. Этот город называется Грозбей. И в нем тоже есть НКО. Есть свой гулятор Рамзан Кадыров, который построил 1400 мечетей и спортивные залы по всей территории. Но есть НКО, которые работают с чеченцами, с чеченскими молодежью. Правда, они не могут находиться на территории чеченской республики, оккупированной России. И я думаю, что этот вопрос мы тоже не можем обойти, потому что это тоже касается НКО. Я позволю себе задать по одному вопросу и попрошу очень коротко на них ответить. И первый вопрос у меня будет Келемия Гуяновна, если она согласится ответственностью. Есть ли среди ваших студентов чеченцы? И где они сейчас живут? В России, в Чечне, в Европу. И что ваша организация, которую вы представляете, делает для того, чтобы чеченская республика Эчигелия была свободной? У нас есть студенты, но у нас тема нашего пленарного заседания немножко другая. Я думаю, что нам надо все-таки говорить о роли и значении НКО, влиянии в целом состояния законодательства, состоянии НКО. У нас было заявлено исследование рассказов об исследовании российских НКО. Нам об этом надо поговорить. И в конце, возможно, мы придем к вопросу о том, как у нас происходит обучение чеченских студентов, откуда они берутся и где они находятся. Спасибо, Елена. Это были покраски уже у Желтого кодекса. Абсолютно верно. Теперь, пользуясь любезностью Ирины, она уступает свое место нашему правозащитнику Аслану Акцулюеву. Спасибо. Прошу я. Аслан Акцулюев, правозащитный центр А4, Германия, работа. Ну, тема, которую вы сегодня обсуждаете, она, конечно, очень важная. НКО в России. Луиза очень хорошо сейчас все тут рассказала. Я могу только немного дополнить, приведя просто пример. Вот, правда, в 2002 год, а Луиза тут напомнила, в 2004 году мы знаем, что вся система, построенная Россией, по подавлению оппозиции, по подавлению многомыслия в России, она оттачивалась в Чеченской республике Ичкерия. И в 2004 году мы на выступлении в Государственной Думе тогдашний генеральный прокурор Устинов сказал, что по согласованию с тогдашним директором ФСБ Николаем Бадышевым, что захват родственников фактически узаконился. В 2004 году, хотя захват родственников не согласно с оккупацией, не согласно с имперской Россией, политикой имперской России в Чеченской республике происходил на протяжении веков. И зинтаны, про которые нам рассказывали, я услышал, например, из российского телевидения, что есть какие-то ямы, в которых содержат людей, потому что именно российская армия содержала наших пленных тогда в ямах разные. Ну и все остальное, захват заложников, Аманат это как-то называется, и все это было. Так вот, я бы хотел бы просто рассказать о одном из случаев неработе НКО, вообще даже говорить об этом как-то неуместно, мне кажется, и человеку, хотя бы немного посвященному тематику Чеченской республики, да и в России в целом. Я жил в Москве, работал адвокатом и тоже знаю, что такое НКО, сотрудничал с разными правозащитными организациями, в том числе, мемориал, гражданское содействие. И хотел бы рассказать об одном случае, который произошел. В 2017 году мы знаем, что на протяжении вот этих 20 лет, 21 года, с приходом, уже открытым приходом КГБ власти в Российской Федерации, в лице Владимира Путина, вывезли бы домов в Москве, которые Николай Патрушев вместе с Путиным завершили для того, чтобы напасть на Чеченскую республику. Ну и так далее, это все всем известно, ни для кого, это уже не секрет. И вот массовые убийства происходили. Я очень общаюсь с многими ветеранами русско-чеченской войны, которые проживают здесь, в Европе. И они рассказывают, что вторая война, это была не война, в таком понимании, классическом понимании, а просто геноцид. Это мне говорят наши чеченские воины. Так вот, происходили убийства, достаточно было вам быть просто недовольным российской политикой, достаточно было просто что-то высказать, и вы, как говорится, пускались на результат. И вот в 2017 году, в конце 2016, в начале 2017 года, по заданию, по информации, собранной местной бандой ФСБ, которая находится во временном оккупировании Чеченской республики Ильичкерии, и личная тогдашним главарем Игорем Хвостиковым, была дана информация второму полку, это второй полк имени Аммана Каблирова, расположенный на Старопромысловском шоссе. Были задержаны несколько сот молодых чеченцев, которые были задержаны, обведены в исламском радикализме, фундаментализме и так далее. Я буквально сейчас закончу. И доставлены в этот имени Ахмадат Каблирова. И 13 человек на глазах одного из сотрудников, вернее, не одного, их нескольких, одного Сулеймана Гизмахмаева, который выбрался сюда, в Европу, и мы вместе с ним составляли эти документы для того, чтобы запустить этот московский механизм. Я это все рассказываю, чтобы был живой пример, благодаря мужеству вот этого бывшего спецназовца российского Сулеймана Гизмахмаева, который стал очевидцем казни 13 человек. В общем, по моим данным, в этот период времени, 17 год, 2017 год, январь, февраль месяц, казнило около 100 человек чеченцев. Их казнили, их хоронили в разных, там, на русских кладбищах хоронили, сжигали тело, выбрасывались. И отправлялись их тело, телефоны в Сирию, и оттуда они отправляли смски, что мы добрались до Сирии, мы на Джихаде, все нормально, и так далее. И они подписывали подписку, они выездили, которую предоставляла местная банда ФСБ, от Чеченской Республики, и лично Игорем Хвостиковым. И родственникам предоставлялись вот эти данные. Я что хочу сказать. Был и есть такой мемориал, НКО-мемориал, и АЮПТИТИВ, который, когда уже это все началось расследование, огласка этому была предана, занялся вместе с правоохранительными органами из Москвы, которые были направлены, занялся расследованием, и ему подбросили наркотики, и он сел в тюрьму на два года. 60 лет человек никогда не курил, не пил, и так далее. Добропорядочный мусульманин. Не употребляет никакой аношения. И что я хочу рассказать, как пример того, что происходит. Если бы не личное мужество Сулеймана Гизмахмаева, который выбрался сюда и рассказал нам это все, мы бы и так гибли бы. И был запущен так называемый московский механизм с 16 государствами, в том числе Германия, в которой я в данный момент проживаю, Соединенными Штатами и другими странами, по мониторингу за правами человека в Чеченской Республике Чкель. Если бы хоть малейшее представление, отдаленное представление было бы об каких-то НКО в Чеченской Республике, то, конечно, бы московский механизм не потребовался. Я просто хотел дополнить тому, что тут было сказано. Спасибо большое. Мы закончили сегодня этот форум. Все здесь присутствовали, все все слышали. И я очень хочу каждого сказать, попросить каждого сказать свое впечатление. Насколько вообще это было полезно и что мы из этого можем вынести. Я начну с Дэвида. Пожалуйста, Дэвид. Ну, я считаю, что это было полезно, потому что мы имели возможность видеть, видеться с другом друга. И просто мы стараемся как-то защитить какие-то ценности, и поэтому нам надо все-таки встретить и обсудить ситуацию в мире, которая все время меняется. И я думаю, мы это успешно делали. Спасибо, Дэвид. Да, я тоже, конечно же, считаю, что очень важная встреча сегодня произошла, и вот эти три дня произошла у нас. Мы встретили друзей, не то чтобы по телефону разговаривать, познакомились очень близко. Я думаю, что в будущем вот эта наша дружба поведет нас всех как бы в правильном направлении. И нам, чеченцам, более как бы нуждающимся на сегодняшний день в помощи, наши новые знакомые, новые друзья помогут. Спасибо, Саня. Инна. Я считаю, что мы выполнили программу «Минимум», программу Ландсбергиса, который нас послал сюда, как диверсантов, чтобы мы продвинули тему «Свободная Чкерия». Это раз. Второе. Я познакомилась со своим президентом, который для меня все равно президент, Михаилом Саакашвили, и я верю, что когда в Грузии будет опять Михаил Саакашвили, я поеду жить туда. Я, наконец, приняла решение. Ефим, пожалуйста. Встреча друзей и единомышленников это часто важнее, чем брейнсторминг, чем мозговая атака. Потому что мы разбросаны по всему миру фактически. Редкий случай, когда мы можем встретиться. Что касается форума, то мне кажется, афганское потрясение все-таки было определенным стимулом к осознанию того, что мир не хорош и не собирается стать еще лучше. Что никакой силы Путина нет, а есть слабость Запада. И эта слабость вызвана не тем, что он физически слабее Путина или в военном отношении, а то, что он потерял веру в себя. И он не знает, для чего он есть, этот Запад, сегодня. Поэтому он ищет примеров в чужой стороне где-то, у других. И это трагедия, конечно. Но я надеюсь, повторяю, что афганское потрясение чуть-чуть приоткроет ему глаза. Я считаю, что для меня это вообще был первый раз, и я очень доволен. Не все шло гладко, конечно. Как и любая военная операция, не всегда все идет, как ты хочешь. Но я все равно увидел вживую моих, не то же друзей, моих героев, с которыми я все время общаюсь по видео. Мне было очень приятно. И, конечно, обошлось не без драки, что тоже интересно, потому что все вещи познаются в борьбе, в драке. И ты узнаешь, кто твои друзья, кто твои враги, а кто так просто ни туда, ни сюда, что еще хуже. Я бы хотел бы еще добавить, с Инной, с Андреем мы знакомы, с Хусейном, я знаком лично тоже. Я познакомился с Дэвид Саттером, с Ефимом, и с Гарри Табахом. Я их видел через видео, через YouTube. С Дэвид Саттером, например, я знаком уже через своего папу, потом уже через Аслана. И что мы вживую так познакомились, это для меня честь, я был очень рад. И надеюсь, наша борьба и наше усердие в конце концов приведут к хорошим результатам. Спасибо огромное. Спасибо, Светлана. Теперь я у тебя беру. Давай. Давай, Андрей. Хорошо. Нет, работай. Что я хочу сказать. Я думаю, что наступил момент, когда мы должны перестать соскаться с людьми, которые не разделяют наши ценности. Мы очень долго сохраняли интеллигентный вид. Мы все время думали, что эти люди способны с нами разговаривать. Но как сегодня сказала женщина Ирина, вот дама Ирина из Украины, которая уступила место Аслану Арсуеву на форуме и дала ему все-таки возможность выступить, она сказала, они нас будут убивать, они нас будут сжигать наши города, русские имеется в виду, а мы будем всего-навсего срывать им панели. Я думаю, что соскаться надо перестать и отставить наши ценности. И не защитив Чечню, мы никогда, никогда не добьемся свободы ни для России, и у Америки могут быть проблемы. Тоже. Уже. Уже есть. Спасибо всем. Я согласен с Андреем полностью. Я считаю, что все мы, добрые люди, должны собраться вместе и убить всех злых людей. Аслан Арсуев. Да, тоже очень считаю полезная, плодотворная проведенная работа. Благодарю всех ничеченцев, которые здесь присутствуют, которые провели очень большую работу. Мы вам очень благодарны. Очень рад был вас увидеть. Вы, как говорит Гарри, вы мои герои. Я вами горжусь. Спасибо, что собрались. Спасибо, что принимали такое активнейшее участие. И я надеюсь, что в следующей встрече мы будем и уже на панели, и нас будут слушать, и не будут нас задвигать куда-нибудь назад. А нам придется, если, как говорит Хусейн, не пускай дверь, лезть в окно. Поэтому все будет ичкерия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok